Ученый должен знать, что его работа полезна обществу. А потом о применении этих лучей в геологии. То, что рентгеновские лучи оказались полезны в обществу, убедили уже последующие годы. Прежде всего, они позволяли диагностировать минералы, потому что каждый минерал характеризуется своим набором атомных сеток, различающихся межплоскостными расстояниями. Я расскажу об одном эпизоде. У Норвегии в начале 20-х, точнее, годов прошлого века, 20-го века, возникли большие таможенные проблемы с Англией. Дело в том, что Норвегия экспортировала в Англию карбид кальция. Карбид кальция имеет очень простую химическую формулу. Это кальций-С2. И использовался он в Англии для производства ацетилена. Ну, ацетилен школьники знают, по химии проходили, имеет состав H2C2 и имеет очень широкие применения и в различных областях химии, и в частности, и для освещения улиц он использовался в то время и так далее. Поскольку в основе ацетилена содержатся атомы углерода, Англия отнесла его к органическим соединениям, пытаясь защитить свою химическую промышленность, в общем, ввела запрет на ввоз органических соединений на территорию своей страны. Для Норвегии это грозило большими экономическими убытками, потому что объем экспорта достигал примерно 30 тысяч тонн в год. Дело было передано в суд, в английский суд. Защитить интересы Норвегии в этом суде было поручено Гольшмидту. Гольшмидт очень известный минералок, геохимик. Между прочим, он был иностранным членом Российской академии наук. И так он, готовясь к этой поездке в Англию, он поручил одному из своих ассистентов изучить структуру торбидокальция. К этому моменту уже в 1913 году была расшифрована, как мы говорим, или определена более научно, точнее, первая структура минерала, это был галит, натрий, хлор. Вот модель этой структуры у меня в руках. Зеленые шарики соответствуют атомам натрия, желтые шарики – атомам хлора. Расшифровав структуру кальций С2, карбидокальция, стало ясно, что она похожа с доминирующим в неорганической химии структуре натрий-хлор. Поэтому, когда в зал суда во время выступления Гольшмита внесли модель структуры кальций С2, стало ясно, что структура карбидокальция чрезвычайно близка к этому структурному типу, и никакой речи о том, что это соединение является органическим, быть не может. Так Гольшмит помог выиграть процесс в пользу Норвегии, и Норвегия продолжала свои торговые операции с Англией, но это была середина 20-х годов, как я сказал, 20-го века.